Область знаний Лекция на Радио Звезда Предпосылки февральской революции 1917 года Рассказывает доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Предпосылки февральской революции 1917 года Рассказывает доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда Область знаний Когда мы обычно говорим о февральской революции 1917 года, мы, конечно же, всегда имеем в виду какие-то такие глобальные причины этих событий. И это понятно, потому что февральская революция открывает такой длительный революционный период в истории России, который, в общем, переходит там и в октябрь, и в гражданскую войну, растянулся на много лет и на огромном пространстве, естественно. Поэтому, естественно, всегда мы будем говорить о каких-то там серьезных таких вот глобальных причинах, не только вот каких-то сиюминутных предпосылках. Но при этом надо иметь в виду, что глобальные эти причины, они на самом деле в гораздо большей степени были актуальны для событий, скорее, предыдущей революции 1905 года. О чём я говорю? Я говорю об аграрном вопросе, самый масштабный вопрос в общем в истории России, ну, начала XX века-то точно, касавшись основной массы населения. При этом острота его действительно максимального пика достигает к 1905 году, и он действительно является очень важной такой причиной массового аграрного движения. Но после этого, в ответ, собственно, на это аграрное движение, началась, как известно, Столыпинская аграрная реформа, которая в целом всё-таки остроту аграрного вопроса так или иначе снимала. Да, она не была доведена до конца. Конечно же, да, она не до конца решала вопрос малоземелья, но принципиально важно, что вот это единство крестьянской общины, которая шла в атаку на помещу собственность, она была сломлена, конфликт фактически ушёл внутрь крестьянской среды. Действительно, всё было очень непросто. Были, естественно, трения между кулаками и бедняками, само собой разумеется. Но мы не видим никаких мощных крестьянских волнений, скажем, с 907 года и по 917. В 1917 году крестьянское движение мощно началось только тогда, когда пала власть. Вот когда самодержавие не стало, когда стало ясно, что никакой власти, по сути дела, в России нет, вот тогда начинается крестьянское движение. То есть, иными словами, это всё-таки не какая-то значимая причина революционных событий вот в феврале. Рабочий вопрос тоже, конечно, принципиально важный для России, потому что Россия была страной, где активно, собственно говоря, строился, так сказать, капитализм, да, шла такая мощная социально-экономическая перестройка страны, причём постоянно убыстрявшаяся. Но при этом надо иметь в виду, что в период войны всё-таки, да, несмотря на очень серьёзные, конечно, социальные потрясения, мы говорим обычно о росте заработной платы для рабочих, который, конечно, частично съедал из инфляции. Инфляция, естественно, во время войны была, правда, не гиперинфляция. Гиперинфляция начинается только после февральской революции. Очень серьёзные проблемы, конечно, для экономики были связаны со снижением качества производства, качества рабочей силы. Многих рабочих призывали на фронт, хотя старались квалифицированную рабочую силу не призывать. Расширялся объём вот такого социального страхования. И поэтому мы обычно говорим, что как бы с рабочим вопросом всё было непросто. Там были и негативные, и позитивные тенденции определённые. То есть, как бы острота была, но сказать, что вот он достигает своего пика, эта острота достигает своего пика к февралю 1917 года, тоже не получается. Национальный вопрос, да, конечно, традиционно для России, Российской империи имел серьёзное значение. Но при этом, вот опять же, если мы смотрим, разбираемся с конкретикой, мы видим, вот самый, собственно, острый вопрос рубежа веков, да, 19-го на 20-го веков, еврейский вопрос, связан с чертой оседлости, связан с ограничениями на получение образования и так далее. Черта оседлости перестала существовать в 1915 году. Да, это во многом связано с движением фронта, это во многом связано, конечно, просто с перемещением беженцев и так далее, и так далее. Всем было понятно в 1917 году, что никакую черту оседлости больше никто восстанавливать не будет. Всё. Это уже не актуально было. И так далее, и так далее. То есть, вот эти вот глобальные причины имели своё значение, но, опять же, вот без какой-то вот особой остроты. Особую остроту имела, собственно, война, естественно, да, которая, конечно же, вот там, начиная особенно с 1916 года очень серьёзно била по самым разным, конечно, сторонам жизни. Экономика была милитаризирована вот как раз к лету 16-го года, когда, собственно говоря, были основные проблемы решены по снабжению фронта. К 1917 году фронт, в общем и целом, был обеспечен всем необходимым. Но, тем не менее, это, естественно, имело последствия для тыла, да, социальные последствия для тыла. Предпосылки февральской революции 1917 года. Область знаний Это касалось, на самом деле, кстати говоря, всех воюющих стран, причём в гораздо большей степени социальные потрясения касались, например, Германии, в гораздо большей степени, чем России. Но проблема в том, что там в той же самой Германии, скажем, пропагандистская машина действовала гораздо динамичнее, гораздо активнее, она мощнее. Была в России, вот с государственной пропагандой всё было очень плохо, на самом деле. Она была на очень низком уровне, и, по сути дела, оппозиционная пропаганда к 1917 году была гораздо лучше поставлена, чем государственная. Вот это было очень слабое такое место. В отличие, опять же, от той же самой Германии, где было совсем иначе, и где, так сказать, народ был уверен, что он ведёт народную войну, что на него напал весь мир и так далее, и так далее. И они стояли до последнего, что называется. Хотя вот, опять же, всем в начале 1917 года, в общем, было понятно, что, скорее всего, Германия где-то год продержится максимум, а дальше она просто рухнет, она не сможет воевать просто по внутренним причинам. И действительно, если мы посмотрим, что дальше произошло, мы увидим, что только за счёт того, что рухнул Восточный фронт, Германия смогла протянуть ещё 1918 год. В 1917 году все готовились, Антанта готовилась, собственно говоря, к тому, что это последний военный год. Россия готовилась, да, шла такая очень мощная подготовка к весеннему наступлению. С этим, кстати говоря, были связаны серьёзные проблемы транспортные, логистические. Железные дороги были забиты как раз под помощь фронту. Петроградский железнодорожный узел был в крайней степени напряжённости, там, собственно, ещё зимой 16-17 годов она была очень снежная, и были серьёзные заносы снежные. Ну и, соответственно, вот вопрос, что мы делаем. Мы везём, собственно, снаряды на фронт, или мы по этим же самым железным дорогам, собственно, снабжаем Петроград хлебом. И отсюда, собственно говоря, вот все те перебои, которые в феврале 1917 года имели место как раз вот с хлебом. Сказать, что они были какие-то из ряда вон выходящие, не приходится. Опять же, почему? Количество хлеба в стране в период войны было больше, чем в обычное время мирное. Почему? Хлеб был основным продуктом экспорта, он вывозился через Балтику и Чёрное море. В 2014 году оба торговых пути были пресечены, Россия оказалась, кстати говоря, фактически в блокаде. Понятно, что Архангельск и Владивосток не смогли в таком объёме справляться. Для этого, кстати говоря, срочно построили, как известно, железную дорогу до Мурманска, и, собственно, появился кратчайший путь к союзникам, который действительно заработал в 2016 году, но он был завязан на тот же самый Петроград, на железнодорожный узел Петрограда, то есть создавал, собственно, дополнительные проблемы. Хлеба было достаточно, но с доставкой могли возникать определённые перебои. Ну, кроме того, мы должны иметь в виду, что, собственно, в 2014 году был введён сухой закон, крестьяне, вообще говоря, старались как можно больше хлеба, зерна, потратить на самогон, потому что это твёрдая валюта, в условиях, собственно, роста цен совершенно очевидные вещи. С конца 2016 года правительство прибегло к хлебным реквизициям, но на самом деле с большим трудом с этим справлялось, практически не могло ничего толком сделать, потому что силовые методы здесь почти не действовали, нужна была большая масса войск, собственно говоря, чтобы это осуществлять. И войска в тыловых гарнизонах к этому не очень были пригодны. Полиция была, собственно говоря, ослаблена по всей стране и особенно в столице, потому что, можно сказать, молодых людей призывали на фронт, а не в полицию. Ну и, собственно говоря, да, просто вот этого силового механизма как бы не хватало для решения вот этих самых внутренних проблем. Главное как бы событие февральской революции – это восстание Петроградского гарнизона. Огромный гарнизон в столице, только в самом городе, где-то примерно 150 тысяч человек, раза в четыре больше, чем в обычное время. Казармы по всему городу, в том числе в центре города, последние несколько месяцев накануне февральской революции этот гарнизон, собственно говоря, уже был малоуправляемой силой. Эксцессы происходили там из полиции и так далее. Состоял он как из солдат, которые проходили реабилитацию после фронта по ранению или болезни, так и из новобранцев, и в основном из новобранцев. И, в общем, никто не хотел идти на фронт, ни те, ни другие. Собственно, в ходе февральской революции восставший гарнизон он выбил себе право не отправляться на фронт. То есть, один из пунктов программы Временного правительства, озвученный в ходе, собственно, еще февральской революции, он так и гласил, так сказать, не вывод Петроградского гарнизона из города. Люди добились, собственно говоря, себе вот этого права. А потом этот тыловой гарнизон будет играть, так сказать, решающую роль, собственно говоря, во всех политических событиях 1917 года вплоть до большевиков. Переход Петроградского гарнизона на сторону Петроградского совета в октябре 1917 года и будет означать победу большевиков в столице. Все остальное – детали. Итак, в начале февраля, собственно, на гарнизон как раз была возложена задача по обеспечению безопасности в городе. Фактически полицию отстранили. Когда начались первые вот эти демонстрации в связи с хлебными очередями? 23 февраля по новому стилю – это 8 марта. Сперва это были женские демонстрации, сформировавшиеся, по сути дела, из очередей за хлебом. Потом это все, так сказать, было дополнено рабочими забастовками. Но как вела себя власть? Власть, собственно говоря, вывела вот эти самые войска в конечном счете на улицы. Но при этом команды применять силу не было достаточно долго, примерно двое суток они стояли. Просто так они в том числе общались просто с демонстрантами, то есть, фактически просто их распропагандировали в определенный момент. И когда, собственно, уже была команда в конечном счете применить оружие, да, полиция пыталась это делать, а, собственно говоря, гарнизон уже этого не делал и потом в конечном счете, собственно, просто перешел на сторону демонстрантов. То есть, иными словами, вот мы видим, собственно, что? Мы видим со стороны власти нерешительность, неспособность, собственно говоря, оценить степень значимости происходящего и в конечном счете поражение. В один буквально момент, вот 27 февраля происходит переход от ситуации, которая как бы не воспринимается как что-то такое слишком опасное. Подумаешь о рабочей забастовке, ну подумаешь там какие-то демонстрации, ну давно уже Петербург, Петроград уже давным-давно к этому привык, уже десятилетиями к этому привык, да. Подумаешь, кто-то переворачивает трамваи, ну что, в первый раз, что ли, переворачивает. Но в один момент как бы тумблер щелкнул, да, и вот этот переход, собственно, гарнизона на сторону восставших, вот он дает, собственно, то, что власть в столице свергнута. Но просто свержения власти в столице, естественно, недостаточно, да. Революция должна победить во всей стране. И здесь играют решающую роль, конечно, совсем другие силы. О чём речь? Речь идёт, собственно, об оппозиции, во-первых, да. Что такое оппозиция в это время, к февралю 1917 года? Мы, конечно, говорим о, скажем, либералах и социалистах, но должны иметь в виду вот что. Как таковые политические партии к февралю 1917 года практически перестали существовать. Все причём. Мы обычно говорим, там, черносотенцы, правые, там, они были парализованы к этому времени, там, не функционировали. Не функционировал никто. Ни социалисты, которые фактически, социалистические партии были разгромлены полицией ещё в начале войны. Они не смогли возродиться даже к февралю 1917 года. Либеральные партии фактически тоже развалились. Кто-то на фронт ушёл, кто-то там, так сказать, работал в каких-то организациях тыловых и так далее, и так далее. В общем, деятельность была партийно максимально затруднена, и поэтому реальное возрождение вообще партии происходит даже не в ходе февральской революции, а уже после победы февральской революции. Поэтому партии толком здесь ни при чём. Подполе было крайне слабое. Влияние социалистов на рабочую массу, конечно, было, так сказать. Но тоже говорить о том, что оно имело какое-то решающее значение, тоже не приходится. Предпосылки февральской революции 1917 года. Область знаний. Кто был значим? Значимой была, естественно, Государственная Дума, которая, собственно, возобновила свою регулярную деятельность, в общем-то, с лета 15-го года. Полтора года уже существовала на более-менее регулярной основе. С ноября 16-го года в ней начался так называемый штурм власти. Была произнесена знаменитая речь лидера оппозиции Павла Николаевича Милюкова, фактического лидера прогрессивного блока оппозиционного. Глупость или измена она называлась, где, собственно, прозрачным образом императрица и премьер-министр Штюрмер были обвинены в государственной измене, в том, что они работают на немцев. Как реагировала на это власть? За 4 месяца власть, по сути дела, не среагировала никак. Штюрмер ушел в отставку через несколько дней после этой речи. Для всей страны это было доказательство того, что Милюков прав. Никого не привлекали к судебной ответственности, ни с кого, собственно говоря, не требовали никакой аргументации, никакой толком аргументации у Милюкова не было. Он потом после февраля 17-го года, став министром иностранных дел, искал, собственно, подтверждение того, что императрица и Штюрмер старались заключить сепаратный мир с Германией. Он ничего не нашел, хотя имел, естественно, доступ. Историки потом искали. Нет таких доказательств и не может быть, потому что действительно никто ничего не планировал. Более того, власть, собственно говоря, после вот этого начавшегося штурма власти так называемого, власть, собственно, пошла на оглашение так называемой Петроградской конвенции 15-го года, конвенции с союзниками, по которой, собственно, Константинополь и Проливы отходили к России по результатам войны. Для чего ее огласили? Она была секретная. Российский МИД добился ее оглашения для того, чтобы доказать, что, собственно говоря, мы воюем, у нас есть конкретные цели, мы не спираемся от них отказываться. Никакой сепаратный мир невозможен, потому что у нас все на кону, что называется. Но, тем не менее, Государственная Дума, причем важно понимать, естественно, что это не просто какой-то центр оппозиции, это не просто там какие-то политические силы, это госучреждения, это носитель, один из носителей, собственно, высшей законодательной власти. Вместе с Государственным Советом и с государем-императором они, собственно, осуществляют законодательную власть. И именно к Государственной Думе пойдет Петроградский гарнизон восставший, чтобы передать себя в ведение Государственной Думы. Потому что все солдаты, примкнувшие к ним офицеры, которых не перебили или не успели перебить, они прекрасно понимали, что единственной реальной политической крышей, извините за выражение, для восставших является именно Государственная Дума. Если просто восстать и ничего дальше не делать, в плане такого политического прикрытия, что называется, рано или поздно с фронта придут какие-то части, будут с вами разбираться. Поэтому надо что-то вот в этом смысле предпринять. Очень важную роль играли так называемые всероссийские общественные организации, так называемые Зимгор и военно-промышленные комитеты, которые тоже занимались оппозиционной деятельностью, при этом получали мощное казенное финансирование. Вот Государственная Дума и эти организации на казенных средствах играли важнейшую роль в штурме власти. Военные. Вот в этой ситуации, собственно говоря, генералитет принял решение, когда начались, собственно, волнения, когда был поставлен вопрос о том, какую сторону выбирать, генералитет принял решение, что надо договориться с оппозицией, допускай ценой отречения Николая Второго. Почему? Оппозиция официально выступала под патриотическими лозунгами. Февральская революция официально – это патриотическая революция. Все пораженчество, которое потом наступит, вся анархия, это все будет потом. С генералами договаривались на прекрасных вот этих патриотических лозунгах, да? И вот в этом принципиальное отличие от пятого года. В пятом году революция была пораженческая, и она не добилась решающего успеха. А февральская революция, в этом главный секрет ее успеха, была патриотическая. А потом всплыло все остальное, но генералов практически обвели вокруг пальца. Рассказывал доктор исторических наук, доцент МГУ Федор Гайда. Область знаний.